Многие из нас, когда слышат слово рэкет, ассоциируют его с лихими девяностыми. Тогда, добровольно или принудительно, рэкетеры занимались тем, что чаще всего насильно заставляли коммерсантов и предпринимателей выплачивать им часть доходов от своего бизнеса. В обмен преступники защищали подопечных от посягательств со стороны других бандитских группировок, то есть предоставляли предпринимателям так называемую крышу. К середине 90-х годов бандиты крышевали уже около 85% всех организаций по стране. Однако тех, кто не желал платить дань, преступники ломали психологически или просто пытали. Но этот вид криминального бизнеса гораздо старше, чем можно подумать. Отцом-основателем русского рэкета принято считать Геннадия Корькова по прозвищу Монгол. Его история поистине интересна, прям как курс рассказы из русской истории, посвященный 18 веку от наших друзей с канала Лекторий Достоевский. Курс о великой эпохе и выдающихся личностях от Петра I до Павла. Достижения, прорывы, неординарные решения, тайны правителей Российской империи. Заговоры, скандалы, закулисные интриги, личные драмы и удивительные совпадения. 18 век для России – это время великих завоеваний, славных побед и выдающихся открытий. Только здесь можно найти ранее неизвестные факты и подробности личных переписок. Переходите по ссылке в описании к видео. Смотрите курс «Рассказы из русской истории», посвященный 18 веку. И подписывайтесь на канал Лекторий Достоевский. Еще в 70-х годах он создал банду беспринципных разбойников, наводившую ужасно подпольных богачей Москвы. Бандиты монгулов в погоне за нетрудовыми доходами цеховиков наряжались в милиционеров и изощренно пытали своих жертв. Но давайте обо всем по порядку. Геннадий Александрович Корьков родился 5 декабря 1930 года в деревне Кулибаки Нижегородской области. Сейчас это город с населением 32 тысячи человек. Позже, в преступном мире, Корьков станет известен под кличкой Монгол. Так, по слухам, его окрестил сокамерник, знаменитый законник Владимир Бабушкин, Вася Бриллиант. И произошло это якобы во Владимирском Централе, куда Корьков угодил в 1972 году, а Бриллиант годом позже. Впрочем, по другой версии, к тому времени погоняло уже закрепилось за Корьковым и было получено им в предыдущую ходку. Как бы там ни было, внешностью авторитета действительно была азиатская, что неудивительно, учитывая его казахские корни. О детстве и юности монгола известно немного. В 50-х годах он прибыл в столицу. Получением профессии новоиспеченный москвич не озаботился и подался в обычные воры, промышляя на городских улицах, рынках и в общественном транспорте. Корьков был талантливым и довольно везучим щипачом. Он действовал настолько незаметно, что долгое время не попадался. Однако в 1966 году монгола все-таки схватили, и он на три с половиной года отправился в тюрьму. Оказавшись в Кизеловском исправительно-трудовом лагере Пермской области, шустрый новичок быстро втерся в доверие к сидевшим там авторитетным ворам. Правда, несмотря на все его старания, в законнике Корькова не приняли. А вот за козырного фраера, не последнего человека в воровской иерархии, он сошел. В аккурат к выходу монгола на свободу воры сочинили маляву, где просили находящихся на воле законников оказать ему помощь и поддержку. Те волю коллег исполнили и взяли Корькова под свое крыло. При этом монгол, хоть и имел виды на статус законника, нередко нарушал воровской кодекс и обзавелся официальным местом работы – строительной организацией. Получал он там копейки, зато не переживал, что в один прекрасный момент его привлекут за тунеядство. Тем более, что милиционеры теперь не оставляли его без внимания. Оставаться на подхвате у боссов криминального мира Корьков не собирался. Он мечтал не только обрести безусловный авторитет среди уголовников, но и сказочно разбогатеть, поэтому сколотил свою банду, которая занялась разбоями. Однако зажиточные граждане монгола не привлекали. Его целью стали те, кто и сам имел доход от незаконной деятельности. Спекулянты, подпольные предприниматели, именуемые цеховиками, антиквары, наркоторговцы и нечистые на руку милиционеры. Монгол отлично понимал, что своим стремлением к обогащению он в очередной раз попирает воровской кодекс, но это его нисколько не смущало. Более того, он считал, что время законников в чистом виде безвозвратно уходит, а жить надо максимально подстраиваясь под новые реалии. В своем деле Корьков настолько преуспел, что его называли дедушкой Рэкета и признавали. Банда жестокого казаха стала прообразом организованных преступных группировок, заявивших о себе в конце 80-х – начале 90-х годов. Фактически, группировка Корькова активно действовала на протяжении одного только 1971 года, но за это время успела совершить несколько десятков налетов. При этом причастность монголы и компании к этим преступлениям удалось доказать лишь в нескольких эпизодах, ведь пострадавшие не желали откровенничать с сотрудниками милиции. На это и был расчет Корькова. У самих жертв рыльцев пушку, сами в случае обращения в органы должны будут ответить за свои доходы и махинации, а поэтому им будет проще поделиться с бандитами и снова приступить к обогащению. Компанию монгол подобрал под стать своей беспринципности. Уголовник Владимир Быков по кличке Балда был славен тем, что при каждом задержании весьма успешно косил подпсихически больного и вместо зоны отправлялся отлеживаться в психушку белые столбы, а его собратья по ремеслу каждый раз выделяли из общика деньги врачам, чтобы те не кололи Балду тяжелыми лекарствами. Психопат-садист Виктор Аникеев, битумщик, с которым Корьков познакомился на зоне, был известен тем, что выполнял заказные убийства и организовывал их весьма нетривиальными способами. Например, одну из жертв Аникеев облил бензином и поджег, другой брызнул в лицо кипящий битум, который перед этим растопил в алюминиевой кружке на плите. Как раз за это он получил свою кличку и 500 рублей. Физическую ликвидацию жертвы он оценивал скромнее. За каждое убийство брал всего 100 рублей. К слову, средняя зарплата молодого специалиста с высшим образованием в то время была 140 рублей. Не уступал битумщику в беспощадности еще один член банды, наркоман по кличке Палач. Тот применял к жертвам разбоя собственную методику. Укладывал бедологу в гроб, закрывал крышку и начинал как фокусник пилить его пополам. До кровопролития обычно не доходило. Испуганные до безумия граждане предпочитали не ждать чуда и сразу же отдавали рэкетирам все, что те от них требовали. Выделялся на фоне этого сброда любитель восточных единоборств Вячеслав Иваньков, знаменитый япончик. Кстати, по одной из версий свое прозвище Иваньков получил именно за увлечение джиу-джитсу. Корьков очень ценил япончика за способность к быстрому принятию правильных решений и ловкость в выполнении заданий. Например, Иваньков на радость всей бригаде раздобыл подлинное милицейское удостоверение. Документ япончик вместе с подельниками вытащил у младшего лейтенанта по фамилии Чухров, которого предварительно напоили до беспамятства в гостинице «Северное» на Сущевском валу. Чуть позже япончик принес в банду еще и два комплекта милицейской формы. Просчитав все доходы будущих операций, Иваньков предложил приобрести два автомобиля «Волга» и грузовик, куда впоследствии рэкетиры грузили гробы с живыми жертвами внутри. А однажды япончик принес Корькову целый сценарий, достойный голливудского боевика, благодаря которому разбойникам удалось сломить очередную жертву – антиквара Вальдемара Миркина. На предложение Монгола поделиться нечестно нажитым имуществом Миркин, директор знаменитого на всю Москву антикварного магазина, ответил жестким отказом и даже рассмеялся в лицо рэкетиру. Впрочем, на следующий день Вальдемару стало уже не до смеха. В роковое для него утро антиквар, как обычно, ехал на работу, как вдруг дорогу его «Волги» переградил грузовик. Возмущенный Вальдемар выскочил из машины и принялся было кричать, но двое крепких парней заломили ему руки за спину и ловко впихнули в фургон грузовика. Внутри находился пустой гроб, куда и уложили Миркина. Приколотив крышку гвоздями, молодчики дали сигнал водителю, и грузовик отправился в путь. Куда его везут, антиквар не понимал и, казалось, потерял дар речи. На требование отморозков выдать местонахождение тайника с деньгами ничего не отвечал. Внезапно в фургоне появился сотрудник ГАИ, который потребовал открыть гроб. После этого грянул выстрел, и сквозь небольшую щель Миркин увидел, как сотрудник милиции, сраженный пулей в голову, рухнул рядом с гробом. Бандиты принялись обсуждать, что же теперь делать со случайным свидетелем. Единственно верным решением всей компании виделось погрузить труп стража порядка в тот же гроб, набросать туда камней и утопить вместе с Миркиным. Заслышав такое, антиквар принялся кричать, что выполнит все требования преступников, а когда крышка гроба наконец открылась, протянул им маленький ключик от сейфа, который находился в его квартире, и тут же обомлел от страха. Лежавший рядом мертвый гаишник поднялся и засмеялся. Это был переодетый япончик, который исполнил главную роль в придуманном им самим спектакле. Впрочем, Миркину уже было все равно. Он был страшно напуган и жалел об одном, что не пошел на контакт с монголом в день его первого визита. Оставив жертву в конспиративной квартире на Большой почтовой улице, разбойники поспешили в его жилище, где без труда нашли сейф. Однако сумма внутри хранилища Корькова не устроила. Забирать раритеты, коими была полна квартира Миркина, бандиты не решились. Слишком уж высок был риск попасть в руки органов при попытке сбыта таких специфических ценностей. Надавив на Вальдемара, ракетиры вынудили его написать письмо сестре в Харьков и без объяснения причин попросить собрать 20 тысяч рублей, огромные по тем временам деньги. Та собрала половину требуемой суммы – 10 тысяч. Однако монголу, который в роли посыльного лично прибыл за мздой, этого показалось мало. По его сигналу подчиненные раздели испуганную женщину и сняли с нее все украшения, которые беспечная дама надела навстречу с посыльным. После этого антиквара, наконец, отпустили в Освояси, строго наказав держать рот на замке. Еще одной жертвой банды монгола стала в мае 1971 года Антонина Ломакина, директор шашлычной на Ленинградском проспекте. О том, что дама умудрилась сколотить на своем месте целое состояние, монголу сообщил один из сотрудников забегаловки. Кольков сначала думал, что совладать с женщиной будет проще простого, но на деле все оказалось иначе. В назначенный день разбойники подстерегли Ломакину у шашлычной, впихнули в Волгу и повезли кататься по городу. Во время крайне неприятной поездки сидящий на переднем пассажирском сидении монгол сообщил, что в курсе всех ее махинаций и потребовал отдать часть ценностей, а находящийся рядом балда демонстрировал заточку, который периодически тыкал ей в бок. Ломакина продержалась пару часов, после чего дала согласие на сотрудничество и пообещала отдать для начала пять тысяч рублей. Довольные собой разбойники сопроводили женщину до ее квартиры на Бескудниковском бульваре, в дверях которой произошло непредвиденное. Антонина изо всех сил принялась звать на помощь. Монгол дал команду к отступлению и бандиты, бросив жертву, быстро ретировались. У Ломакиной был только один шанс избежать новой встречи с вымогателями — сообщить о происшествии в милицию. Но женщина понимала, что в этом случае внимание Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности у БХСС и ей не избежать, и за помощью к стражам порядка не обратилась. Позже она горько пожалела об этом решении. Повстречав через пару дней людей Монгола, Ломакина попыталась было бежать, но те настигли жертву и снова погрузили в автомобиль. В этот раз в салоне стояла гробовая тишина. Никто Антонину делиться не уговаривал, и это становилось еще страшнее. Прибыв в пункт назначения лесополосу в Подмосковье, разбойники вытащили упирающуюся женщину, накинули ей на шею петлю и подвесили на дереве. Отсчет времени вел палач. На пятнадцатой секунде, когда в мозгу еще не начались необратимые процессы, веревку подрезали, и задыхающаяся Ломакина рухнула на землю. После такого перепуганная до смерти дама протянула ключи от своей квартиры и назвала садистом все места, где прятала деньги. Она прекрасно понимала, что ни о каком дележе теперь речь не идет. Разбойники заберут все. Но жизнь была дороже. Бандиты и впрямь не оставили в жилище Ломакиной ничего ценного. Помимо наличных, они вытащили все вплоть до дивана. Любопытно, что в банде Монгола была и женщина. Дорогая проститутка Татьяна Маде, которая промышляла в ресторане «Узбекистан». Как-то раз она оказалась в объятиях япончика и попросила о содействии в разборках с наркоторговцами. Мол, девушка она бедная, приходилось подрабатывать с бытом травки, а хозяева ей не заплатили. Корькову, которому япончик сообщил о просьбе новой знакомой, идея прижать наркоторговцев показалась удачной. К первому обидчику Маде, посреднику, который передавал ей зелье, бандиты заявились в милицейской форме и, бегло сверкнув ксивой, попросили следовать с ними. Испуганный наркоторговец подчинился и вскоре оказался в кузове грузовика, где дожидался новой жертвы гроб. Мужчине хватило нескольких минут в роли мертвеца, и он согласился на все условия разбойников. Отдать им пять тысяч рублей все имеющиеся у него наркотики и золото. Оказавшись в безопасности, Дилля сразу понял, кто сдал его банде Монгола, и решил отомстить. Мужчина заявился на квартиру к Маде, где к его ужасу находились япончик и балда. На этот раз платой за жизнь для посредника было рассекречивание всех его контактов в наркосфере. И выяснилось, что основным поставщиком дури была узбечка Фатима Берсонукаева. С ней бандиты Монгола отработали ту же схему. Под видом сотрудников правоохранительных органов они проникли в ее жилище и при обыске нашли ценности, деньги и наркотики. Припугнув Фатиму расправой, ракетиры вынудили ее собрать и отдать им еще 10 тысяч рублей. Та была согласна на все. Но и на этом бандиты не остановились. Прокутив все вырученные деньги, они снова решили тряхнуть старую знакомую, и в этом им помогла Маде. Представившись клиенткой, она заманила Берсонукаеву на свою квартиру, где ее ждала засада. Разбойники вывезли жертву на дачу в деревню Маклина Калужской области. Там за дело взялся палач. Он бил и душил женщину до потери сознания. В итоге измученная Фатима отдала им все, что у нее было. Прокол, который привел бригаду Монгола к краху, был допущен участниками группировки летом 1971 года. Разбойники решились на беспрецедентный шаг – обчистить своих же коллег, воров-домушников. Незадолго до набега бандитов Корькова, те совершили очень удачную кражу из квартиры богатого цеховика. Все ценности они вывезли на квартиру родственницы одного из воров. Туда и нагрянули люди Монгола, переодетые в милицейскую форму. Однако домушники, в отличие от неопытных в этом деле наркоторговцев, оказались ребятами бывалыми и сразу же раскусили маскарад. Но сопротивляться не решились и отдали налетчикам всю ценную добычу – около 200 золотых монет царской чеканки и гору драгоценностей. Немного позже воров задержали уже настоящие стражи порядка и после титанических усилий раскололи, пообещав смягчение приговора. Так оперативникам стало известно, что в регионе работает банда переодетых в милиционеров-преступников. Дальнейшее было делом техники. По некоторым данным, в банду Монгола был подослан сотрудник под прикрытием, и ему удалось в короткие сроки собрать компромат на своих в кавычках коллег. Арестовали разбойников в начале 1972 года. 27 человек с Корьковым во главе. Иванькову единственному удалось избежать даже минимального наказания. Монгол, который прочил япончиков-приемники, дал указание подельникам максимально выгораживать его. К слову, Корьков на допросах поначалу вел себя нагло и отказывался признавать свою вину. Он думал, что никто из жертв не осмелится пойти на контакт с милицией. Но увидев показания Миркина, Ломакиной и Берсонукаевой, позицию поменял и согласился содействовать следствию. Надо отметить, что по совокупности всех эпизодов, которые стали известны следствию, Корькову и его подельникам грозила смертная казнь. Но так получилось, что свидетельствовать против разбойников согласились лишь пятеро потерпевших. По приговору суда от июля 1972 года Корьков получил 15 лет колонии. Большинство его подельников в сроке от 10 до 12 лет. Балда же, как обычно, отправился на принудительное лечение в психбольницу. Оказавшись на зоне, Корьков сразу же угодил на воровскую сходку, где ему были предъявлены претензии за его трудоустройство, разбойную деятельность в отношении своих и сотрудничество с милицией. Но монгол сумел переломить ситуацию в свою пользу, доступно объяснив ворам, что действовал согласно законам нового времени. Козырной фраер пояснил, что при нынешнем положении вещей доскональное следование воровскому кодексу сулит скорую гибель всей касти законников, и свод правил пора модернизировать. Монгол был настолько убедителен, что бывалые воры признали его правоту и не только не применили штрафных санкций, но и вскоре короновали его. Еще через несколько лет, в 1979 году, идеи монгола действительно обрели законную силу на воровской сходке в Кисловодске, где воры встретились с цеховиками и убедили их платить в воровской общак 10% своей прибыли. Корьков в этой сходке не участвовал, ему оставалось сидеть еще 6 лет. Но в 1981 году он приступил еще одну воровскую заповедь и вышел на свободу по УДО. Впрочем, как выяснилось, к этому времени здоровье монгола было основательно подорвано, поэтому в полной мере насладиться лаврами коронованного законника ему не удалось. На заработанные деньги он купил шикарный особняк во Франции, где бывал наездами вплоть до своей смерти в 1994 году. В деньгах монгол не нуждался, а посему в больших делах больше не участвовал, предпочитая спокойное существование куратора братков из разнообразных ОПГ и смотрящего в криминальной среде. Умер преступный генерал новой воровской формации в Москве в онкоцентре имени Блохина на Каширском шоссе после долгой и безуспешной борьбы с циррозом печени. На момент смерти ему было 64. В это время его бывший ученик Вячеслав Ваньков, чье имя уже прогремело на весь СССР и Россию, пытался покорить Америку. Ученик сумел превзойти своего учителя. Если монгол был лишь одним из первых советских ракетиров, то япончик превратился уже в криминальную фигуру международного масштаба. Стоит добавить, что Геннадий Корьков стал одним из немногих представителей криминального мира, умерший своей смертью в довольно преклонном для такой профессии возрасте. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч!